Всем добрый день! Я сегодня предлагаю шить вот такие текстильные елочные игрушки. Кому интересно, оставайтесь со мной. Прежде всего надо определиться с габаритными размерами. Я решила, что у меня будут игрушки высотой 12 сантиметров, а в ширину 11-12 сантиметров. Это как уже лучше получится. Дальше надо подготовить сами шаблоны бумажные. Для этого я лист А4 сложила пополам, разрезала его, а потом еще раз сложила каждую половинку пополам и на этой половинке нарисовала эскиз моего будущего шаблона. Но в данном случае я рисовала елочку. Помните, как мы в детстве рисовали и вырезали снежинки, вот точно также нарисовать и потом вырезать эскиз наших будущих игрушек. Следующее. Для того, чтобы нарисовать елочную игрушку, шар я обвела круглый предмет. Он у меня получился 8 сантиметров в диаметре и пририсовала ножку, на которую потом дальнейшем можно будет прикрепить ниточку, шнурочек. Для того, чтобы уже вешать эту елочную игрушку можно было на веточку ели. У меня тетрадь в клеточку, поэтому шаблон карамели рисовать очень легко. Можно соизмеряя с этими клеточками нарисовать саму палочку, а вверх закруглений, если вы будете затрудняться нарисовать, можно обвести какой-то круглый предмет, часть полукружья сделать. Эскиз карамели готов. И в заключение все аккуратно вырезаю. Наши шаблоны готовы к работе. Вот я подготовила шаблоны двух елок разных по форме, елочный шар, карамельку и колокольчик. Готовые шаблоны разложили на фетре для того, чтобы определить оптимальный вариант, как мы будем раскладывать игрушки в дальнейшем, измерить габаритные размеры. Определяем, что нам нужно в длину 41 сантиметр и 16 сантиметров ширину. Потом можно убрать эти шаблоны временно и вырезать вот этот кусок фетра 41 на 16. Ну конечно может быть у вас будут какие-то свои габаритные размеры ткани. Это я готовлю фетр для того, чтобы потом уже нашивать на него полосочки наших тканей. Отрезок фетра готов и теперь можно его расчертить под углом 45 градусов. Это у нас будут линии, на которые мы будем ориентироваться при нашивании на этот фетр наших полосок ткани. Также хорошо заранее подготовить полоски ткани одинаковой ширины. Я расчертила и нарезала полоски шириной два с половиной сантиметра. Расцветки конечно выбрала самые разнообразные и яркие, что нашлись в доме. Лоскутный блок начинаю собирать с уголка. Полоски ткани расположила под углом 45 градусов кромки фетра. Ориентируюсь в процессе работы на расчерченные заранее линии. Линии расчертила своим мелочком. Полоски ткани обязательно закрепляю булавками, а после того как прострочила, обязательно отпариваю каждый шовчик. От этого помним, что от этого зависит качество нашей работы. Таким образом, продолжаю собирать наш лоскутный блок. Когда работа над сборкой лоскутного блока завершена, можно подровнять края нашего фетра, убрать все лишнее. Переходим к раскладке наших шаблонов на ткани. Оптимальный вариант раскладки. Надо будет наши шаблоны обвести мелочком, а потом по этим контурам отстрочить каким-то из декоративных швов. Я сначала отстрочила прямой строчкой, а потом декоративным швом номер 7. Очень удобно будет наши заготовки предварительно вырезать вот таким образом. И тогда отстрачивать на машинке будет намного легче и проще. А потом уже, когда мы все наши заготовки прострочим декоративным швами, сделаем отстрочки, можно будет вырезать ножничками аккуратно каждую нашу заготовочку и края аккуратно подрезать ножницами зигзаг. Таким образом ткань не будет так сильно осыпаться и вид у них будет намного аккуратнее. И в завершении работы можно пришить маленькие петелечки к нашим игрушкам. С наступающими праздниками, друзья!